Вступление в науку траволечения. Мне посчастливилось соприкоснуться с мудростью седых глубин. Знания, изложенные в этой части, выкристаллизовывались многими-многими поколениями людей. Лучшие умы человечества подмечали особенности веществ и их свойства, обобщали и передавали дальше. Времена менялись, и эти знания то уходили вглубь в веку, почти пропадали, то снова блистали, ограненные свежим умом, дополненные новыми находками. Сейчас настало время им вновь проявиться и заблистать во всем великолепии. Часть третья. О свойствах трав, минералов, тканей и других веществ, а также об их влиянии на здоровье человека. Ведение. В ходе изложения материала вы будете встречаться с такими выражениями, как подходит или не подходит к горячей, сухой, слизистой, холодной натуре, то есть природе человека, то или иное вещество. Вспомните, как Авиценна вылечил молодого парня, рассказав его родителям, что парень сохнет от любви, и его надо женить на любимой, хоть и небогатой девушке. Каждый человеческий организм имеет свои особенности, так у некоторых людей он вырабатывает немного больше теплоты, чем необходимо, а у других недостаточно. Пособен хорошо задерживать воду, а у других нет. Поэтому, чтобы скомпенсировать такой перекос, например, повышенную выработку тепла организмом, которое в жаркое время года может привести к болезни, люди сознательно стали применять в этот период вещества, пособствующие охлаждению организма. В результате этих профилактических мероприятий, питания, одежды, процедур, человек с неравновешенной природой не болел и жил нормально. Это же самое касается сухости, слизистя и холодности. Таким образом, учение о конституции человека в глубокой древности играло большую роль в способах лечения, дозировке лекарств и процедур. Кто желает узнать о своей конституции, посмотрите раздел Доши в первом томе книги «Целительные силы». Сначала определяли индивидуальную конституцию, то есть природу, натуру человека, а затем с ее учетом назначали лечение с помощью процедур, образа жизни, питания и лекарств. Именно такому подходу к здоровью человека учит нас индийская аюрведа, тибетская джудши, величайшие целители, авиценна, парацельс, амердовлад амассиации и многие другие. Зная особенности своего организма, каждый человек индивидуально для себя может подобрать уравновешивающее и усиливающее его натуру вещества и пользуется всеми благами здоровой жизни. Ниже приведенные, проверенные веками знания о свойствах органических и неорганических веществ, об их влиянии на организм человека, помогут вам в этом. Классификация. Древними мудрецами все вещества были классифицированы по вкусам, силе воздействия, соответствию и свойству. Классификация по вкусам. Сладкий вкус наиболее силен по лечебной силе, укрепляет, увеличивает силы тела, способствует свариванию соков тела, обладает небольшой теплотворной способностью. Кислый вкус обладает вяжущими, охлаждающими и высушивающими свойствами, возбуждает аппетит, насыщает, размельчает пищу, способствует перевариванию, открывает закупорку и делает проходимым кишечник и промывает его. Соленый вкус обладает очищающими свойствами, вытягивает затвердевшее, застрявшее, закупорившее, удаляет плесень, умеренно разогревает. Горький вкус лечит потерю аппетита, болезни желчи, изгоняет глистов, помогает при отравлениях и жажде, обладает сильными очищающими, отрывающими и бактерицидными свойствами, умеренно охлаждает. Жгучий вкус улучшает пищеварение и аппетит, сушит жир и гной, раскрывает сосуды, обладает разреживающими, омывающими и растворяющими свойствами, очень сильно разогревает. Вяжущий вкус обладает высушивающими свойствами, сушит гной, кровь, желчь, заживляет раны, улучшает цвет кожи, сильно охлаждает. Терпкий вкус похож на вяжущие, сгущает соки и охлаждает. Безвкусное увлажняет, размягчает и расслабляет. Классификация по силе воздействия. Из практики мы знаем, что человек может съесть одно вещество и не почувствовать никакого действия. Съев же другое, он может мгновенно умереть. Вследствие этого целители древности различали четыре степени силы воздействия. Если человек принял вещество и никаких следов его влияния в организме не обнаруживает, то есть оно не разогревает, не охлаждает, не сушит, не увлажняет и так далее, оно именуется уравновешенным. Если вещество обладает небольшим действием, то условно говоря, что сила его воздействия соответствует первой степени. Если вещество подействует либо своей теплотой, либо холодом, но не окажет вредного влияния на организм, то говорят, что сила его воздействия достигает степени. Если же оно окажет ядовитое действие, плод до того, что убьет, то это будет третья степень. А если же приведет к смертельному исходу, то силу этого вещества определяют четвертой степенью. Классификация по соответствию. Первое. Соответствие частей растения органам человека. Корень – основа жизни, аналог желудка. Ствол соответствует спинному мозгу. Ветви соответствуют нервам. Листья соответствуют легким цветам. Локализация избытка силы – это местонахождение органов воспроизводства. Хлорофил – зеленая кровь. Сок соответствует энергии, циркулирующей по нервам и превращающейся в импульсы мозга, семя и другие ткани. Второе. Распределение положительной и отрицательной энергии. Вершина растения заряжена положительно, а корни – отрицательно. Часть растения около самой земли обладает уравновешивающими свойствами. То есть это место стыковки положительного и отрицательного зарядом. Плод заряжен положительно, а клубни – отрицательно. В самом плоде сторона черешка заряжена отрицательно, а сторона цветка – положительно. Третье. Часть растения и излечиваемые болезни. Корни излечивают болезни костей. Ствол, мясо, ветви сосудов и жил, кора кожи, листья, болезни полых органов, желудок, желчный пузырь, тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь и семенники. Цветы органов чувств. Плоды плотных органов сердца, легкие, печень, селезенка, почки. Четвертое. Растения, обладающие силой солнца и силой луны. Растения, которые сильно разогревают организм, изгоняют из него холод, получили название обладающих силой солнца. Они обладают жгучим, кислым, соленым вкусом. Действие оказывают горячее и острое. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих растений благовонны. Аромат их лечит болезни холода. Такими свойствами обладает гранатник, перец черный, красный и длинный. Растения, которые сильно охлаждают организм, изгоняют из него жар, получили название обладающих силой луны. Они обладают горьким, сладким и вяжущим вкусами и оказывают действие холодное и тупое. Все части этих растений лечат болезни жара. Такими свойствами обладает белый сандал, камфора. Пятое. Магические растения. Нашими предками было подмечено, что прием внутрь, ношение при себе, либо расположение вблизи от человека некоторых растений, оказывает особое действие на людей. Вот некоторые из таких действий. Первое. Гелиотроп. Трава откровенности. Второе. Крапива. Храбрости. Третье. Пастушья сумка. Плодородие. Четвертое. Чистотел. Победы. Пятое. Барвинок. Верности. Шестое. Кошачья мята. С жизненности. Седьмое. Чернокорень. Симпатии. Восьмое. Белина. Черная. Трава смерти. Девятое. Лилия. Проявления. Десятое. Амела. Спасение. Одиннадцатого. Селек. Очарование. Двенадцатого. Шалфей. Жизни. Тринадцатого. Вербена. Любви. Четырнадцатого. Мелисса. Восстанавливает силы. Пятнадцатая. Роза. Посвящение. Шестнадцатая. Киркозон. Флюидов. Классификация по свойствам. Классификация по свойствам определяет действие вещества на тело человека. Разные источники указывают разное количество свойств. Я опираюсь на труд Амердовлада Амосеация. Ненужное для неучи. Отобрал 50 свойств. Разреженная. Нежная. Текучая. Водянистая. Растворяющая. Открывающая. Плотная. Сгущенная. Разреживающая. Смягчающая. Отрывающая. Расслабляющая. Очищающая. Процеживающая. Вытягивающая. Омывающая. Переваривающая пищу. Сваривающая. Способствующая созреванию. Делающая скользким. Ветрогонная. Вызывающая покраснение. Вызывающая зуд. Разреждающая. Сжигающая. Жгучая. Вызывающая ожог кожи. Вызывающая плесневение. Сглаживающая. Склеивающая. Увлажняющая. Придающая скользость. Вяжущая. Закрепляющая. Закрывающая. Закупоривающая. Укрепляющая. Наращивающая мясо в ране. Способствующая росту мяса в ране. Сужающая, уплотняющая, смертоносная, очищающая рану, очищающая, придающая блеск коже, слабительно-мочегонная, рвотная, делающая обильную кровь, патагонная, изгоняющая плод, высушивающая, выводящая, дробящая камни, вызывающая затвердение и уменьшающая молока, закрепляющая, сгущающая, вызывающая задержку мочи. Молокогонная, кровоостанавливающая, вызывающая образование семени, уменьшающая и прекращающая образование семени, заживляющая рану. Первое. Разреженное, нежное это вещество, которое невосприимчиво к действию природы, теплоты нашего тела, а его сила доходит до всех частей человеческого организма. Таковы вино и ему подобные вещества. Второе. Плотное, сгущенное вещество, которое во всем противоположно разреженному. Третье. Текучее водянистое вещество, частицы которого всеми путями устремляются к органам тела. Таковы вода и подобные вещества. Четвертое. Разреживающее, смягчающее вещество, которое смягчает материю, например, ромашка. Она сваривает воспаленную материю, чтобы легче было вывести ее. Пятое. Растворяющее. Вещество, которое сваривает и растворяет соки или подготавливает их к растворению. Шестое. Отрывающее. Вещество, которое отрывает частицы материи, например, чистотел и упаренная урина. Седьмое. Открывающее. Вещество, которое сдвигает с места материю, закупорившее тонкие ходы и открывает поры, подобно семенам петрушки. Восьмое. Расслабляющее. Вещество, которое размягчает плотные органы и ослабляет их своей теплотой и влажностью, как, например, горячая вода. Девятое. Очищающее. Процеживающее. Вещество, которое выводит липкую влагу из скрытых пор, подобно меду. Десятое. Омывающее вещество, которое смягчает, сваривает и промывает липкую влагу, например, пиво. Одиннадцатое. Вытягивающее. Вещество, которое приводит в движение материю и выводит ее наружу вследствие своих свойств. Двенадцатое. Переваривающее пищу. Вещество, которое способствует быстрому перевариванию пищи в желудке. Тринадцатое. Сваривающее, способствующее созреванию. Вещество, которое придает зрелость сокам, если они густые, то разжижает их, если жидкие, то сгущает. Все влаги претерпевают превращение четырьмя путями. Либо переходят в состояние зрелости, либо перевариваются, либо подвергаются плесневению и разрушаются, либо подвергаются перевариванию в состоянии плесневения. Четырнадцатое. Ветрогонное вещество, которое рассеивает ветры и изгоняет их. Пятнадцатое. Делающее скользким. Вещество, которое обладает разреживающей силой, проникает в тело и оказывает скользящее действие, которое мало-помалу усиливается и улучшает состояние тела. Шестнадцатое. Вызывающее покраснение. Вещество, которое согревает организм и усиливает кровенаполнение, вытягивает кровь наружу, вызывает покраснение кожи, например, горчица. Семнадцатое. Вызывающее зуд. Лекарство, которое с силой вытягивает вязкую влагу на поверхность кожи, вызывает постоянный зуд и заставляет чесаться. Восемнадцатое. Сжигающее. Вещество, которое своей теплотой разрушает влагу и сжигает ее. Девятнадцатое. Разъедающее. Вещество, которое настолько растворяет мясо, что уменьшает его количество. Двадцатое. Вызывающее плесневение. Вещество, которое разрушает природу души и природную влагу настолько, что органы тела не могут рассосать эту разрушающуюся материю, например, мышьяк. Двадцать первое. Жгучее. Вызывающее ожог кожи. Вещество, которое сжет кожу и высушивает ее, а также закрывает дорогу влаги и вызывает образование сухих язв, например, купороз. Двадцать второе. Склеивающее вещество, которое высушивает влагу, скопившуюся в кишечных путях, склеивает кишки и вызывает запор. Двадцать третье. Сглаживающее. Вещество, которое при смазывании делает гладкой шероховатую кожу, удаляет шероховатость и придает коже блеск, например, моча или масла. Двадцать четвертое. Увлажняющее и придающее скользкость. Вещество, которое смачивает кишечные пути, делая их гладкими и скользкими, открывает их, если у них скопились влага или отбросы, которые закрывают кишечник, а также выводит их, например, слива. Двадцать пятое. Вяжущее, закрепляющее лекарство, которое собирает и сгущает частицы материи в органах, сужает проходы и запирает их. Двадцать шестое. Сужающее лекарство, которое сужает кишечные пути так, что пища проходит с трудом. Двадцать седьмое. Закрывающее, закупоривающее лекарство, которое своей плотностью и сухостью закрывает кишечные пути, например, рисовая похлебка, сваренная с говяжьими ножками или пресный хлеб. Двадцать восьмое. Уплотняющее, делающее плотным это вещество, которое охлаждает и уплотняет материю и не позволяет ей рассосаться, раствориться и распространиться по органам тела. Двадцать девятое. Укрепляющее вещество, которое укрепляет природу органов, делает ее уравновешенной и сильной и не позволяет проникнуть в нее вредным смешением влаги, например, масла розы. Тридцатое. Смертоносное вещество, которое доводит природа тела до крайности и убивает человека. Тридцать первое. Наращивающее мясо в ране. Вещество, которое вызывает рубцевание, вылечивает свежую рану и образует новое мясо. Тридцать второе. Очищающее рану. Это вещество, которое удаляет язвенный струб и хорошо очищает и вымывает рану. Тридцать третье. Способствующее росту мяса в ране. Вещество, которое превращает кровь в мясо, вызывает образование рубца и укрепляет его. Тридцать четвертое. Очищающее, придающее блеск коже. Вещество, которое очищает гниющие части кожи и делает ее блестящей. Тридцать пятое. Слабительное. Вещество, которое обладает природным свойством, вытягивает влагу из желудка, вызывает послабление, пускает материю в кишечник, выводит наружу и вызывает понос. Тридцать шестое. Рвотное. Вещество, которое вытягивает влагу наверх и выводит ее с рвоты. Кто привык к этому, тому легко. Тридцать семь. Мочегонное. Вещество, которое согревает почки, делает обильной мочу и выводит ее. Тридцать восьмое. Делающее обильный кровь. Вещество, которое открывает кровеносные пути для разреженной крови и делает ее обильной. Тридцать девятое. Патагонное. Вещество, которое очищает грудь, легкие горла, выводит скопившуюся в них влагу благодаря своей густоте и разреженности. 41. Изгоняющее плод. Вещество, которое вследствие своей силы и влажности изгоняет плод из утробы, лишая его той пищи, которая давала ему силы, рассеивает ее и не дает плоду питаться, так что он умирает и выпадает из утробы. 42. Выводящее, дробящее камни вещество, которое разжижает густую слизь, очищает почки, открывает мочевые пути, размельчает камень и выводит его наружу. 43. Вызывающее затвердение и уменьшение молока. Это вещество, которое уменьшает и прекращает выделение молока, либо путем согревания и высушивания, либо же путем охлаждения и затвердения. 44. Молокогонное вещество, которое делает обильным молоко, например, маслянистые семена. 45. Закрепляющее, сгущающее вещество, которое вызывает образование сгущенной влаги в органах человека, и эта влага не может быть выведена и остается и уплотняется. 46. Кровоостанавливающее вещество, которое сужает кровеносные сосуды, делает кровь густой, высушивает ее и не позволяет ей раствориться и вытечь. 47. Вызывающее задержку мочи. Вещество, которое усиливает способность удерживать мочу, прекращает истечение ее по каплям и вызывает задержку мочи из-за купорки. 48. Вызывающее образование семени. Вещество, которое обладает избытком влажности и растворяющей теплоты, превращая ее в семя. 49. Уменьшающее и прекращающее выделение семени. Вещество, которое высушивает семя, будучи по природе сухим и горячим, подобно рути или индийской конопле, или охлаждает и уменьшает его вследствие своей холодной природы, как семена белины. 50. Заживляющее рану. Вещество, которое увеличивает влажное выделение раны и не позволяет ей высыхать, поддерживая во влажном состоянии. 50. Крупы и бобовые. Пшеница горяча в первой степени и уравновешена. Она содействует свариванию соков. 51. Если съесть слишком много пшеницы, то заведутся глисты. Ее вредное действие устраняет обыкновенный тмин. Говорят, что нет ничего полезнее для человеческой природы, чем пшеница. 52. Пшеничная крупа, то есть каша. Если ее пожарить, то станет горячей и сухой. Обладает размягчающими свойствами. А если размочить, то природа ее станет холодной. Если съесть в таком виде, то остудит и увлажнит природу тела. 53. Хлеб. Хорош тот хлеб, который выпекают из хорошо поднявшегося теста. Природа его горяча в первой степени и уравновешена. 54. Теплый хлеб удаляет ячмень из глаза. Хлеб из незаквашенного теста увеличивает половую силу. Черствый хлеб обладает закрепляющими свойствами. Это же действие оказывает хлеб из свежей муки. 55. Если разжевать хлеб и приложить к опухоли, то он размягчит и откроет ее. Кто есть много белого хлеба и калачей, будет страдать закупорками и камнями. Он вреден для печени и селезенки. 56. Проса. Природа его холодна в первой степени и суха во второй. Обладает закрепляющими и высушивающими свойствами. Укрепляет и соединяет треснувшее и сломанное. Если его прокалить и приложить снаружи к больному зубу или горячей опухоли, то вылечить. 57. А если приложить к холодной опухоли, то он также рассосет ее. Если дать съесть, то закрепит естество, сделает обильную мочу и вызовет половое бессилие. 58. Его вредно есть беременной женщине. Его вредное действие в том, что оно вызывает образование дурной крови, медленно переваривается, а тело от него полнеет. 58. Ячмень. Природа его холодна и влажна в первой степени. Обладает растворяющими и очищающими свойствами. Если вымыть голову ячменной водой, то устранить забывчивость. Увлажнится голова и выровняются волосы. 59. А если сжечь ячмень, смешать с солью и смазать зубы, то он сделает их белыми и придаст им блеск. Ячменная вода смягчает грудь и помогает при кашле. 60. Она помогает при всех видах горячих лихорадок. А если ячмень смочить в воде и оставить на ночь, а на утро съесть, то это поможет при лихорадках и всех видах жара, а также утолить жажду. 61. Рис. Он бывает двух видов. Белый и красный. Лучшим является белый. Природа его горяча и суха в первой степени, а по другим источникам холодна. 62. Он обладает небольшим вяжущим действием. Если сварить его с маслом, то будет весьма полезно для желудка. Если есть много риса, то тело делается упитанным, а лицо свежим. 63. Если его мукой смазать тело, то очистится кожа. Тот человек, который постоянно употребляет рис, будет долго жить. Его заменителем является отшелушенный ячмень. 63. Овес. Обладает сладким вкусом. Легок. Способствует уменьшению в организме слизи и жара. 64. Рожь. Имеет сладкий и вяжущий вкус. Согревает легка и суха. Увеличивает живость тела и теплоту. Подавляет слизь. 65. Гречиха. Вкус сладкий и вяжущий. Холодна, легка и суха. Дает телу подвижность и теплоту. Уменьшает слизь. 66. Отруби. Лучшими являются те, которые получают из хорошей муки. Природа их горяча и суха в первой степени. Обладают смягчающими и очищающими свойствами. 67. Отвар отрубей помогает при язве мочевого пузыря. Если настой отрубей сварить с горохом и съесть, то усилится половая потенция. 68. Если человек помоет руки настоем отрубей, то кожа станет мягкой. 69. Горох. Обладает сладким вкусом, холоден и легок. Останавливает понос. 70. Фасоль. Она бывает красной и белой. Лучшим видом является красная. Природа ее уравновешена и горяча в первой степени. 71. Она делает кожу лица блестящей, улучшает цвет лица и удаляет веснушки и шрамы. 72. Если из ее муки приготовят болтушку и дать кормящей матери, то у нее станет много молока. 73. Обильными станут также моча и месячные. Очистит месячные от гноя и плод изгонит из утробы. 73. Чечевица. Бывает двух видов. Сладкая и горькая. Лучший вид тот, который быстро варится. 74. Природа ее уравновешена. Суха во второй степени и обладает открывающими свойствами. 75. Она размягчает грудь. Вылечивает простуду и кашель и устраняет сухость горла. 75. Рассасывает опухоль молочной железы, которая образовалась от обилия молока. 76. Укрепляет желудок. Чечевица обладает закрепляющими свойствами, а ее отвар слабительными. 76. Она подавляет половую потенцию. Скрывает глубокие язвы. Помогает при трещинах, возникающих от холода. 77. Но она вызывает потемнение в глазах и усиливает ветры в кишечнике. 77. Ее вредное действие устраняет фенхель и чабер. 77. А заменителем являются бобы. Но если есть ее постоянно, то на глазу образуется плева. 78. Она долго переваривается и образует ветры. А если съесть ее много, то она вызовет у человека проказу и закупорку печени. 79. Общие свойства зерновых таковы. Свежесобранные, сырые, тяжелые. А созревшие, высохшие и старые легкие. 79. Сырые зерна, сваренные и поджаренные, становятся легче. Лучше перевариваются и усваиваются. 79. Фрукты и ягоды. Абрикос. Лучшим является крупный и желтый. Природа его холодна и влажна во второй степени. 80. Абрикос остужает желудок, утоляет жажду и вызывает послабление. 80. Лучше всего вымочить сушеный абрикос и съесть. Он очень легко меняет свою природу. Его камедь вылечивает лишай. 80. Кстати, 32-тысячное население долины Хунза, средняя продолжительность жизни которых 120 лет, отдает предпочтение абрикосам. 80. Летом сырым, а зимой сушеным. Наряду с другими натуральными продуктами. 80. Айва. Лучшим видом айвы является сладкий и свежий плод. Природа его холодна и суха во второй степени. 80. Обладает вяжущими свойствами. Запах его приятен, укрепляет мозг. Если ее семена размочить, то это поможет при экземе и зуде глаз. 80. Если же съесть, то она укрепит сердце. Ее семена полезны при кашле и размягчают грудь, прекращают понос и укрепляют желудок. 80. Делают обильной мочу, прекращают месячные, укрепляют печень. Но она вредна для нервов, ее вредное действие устраняет мед. 80. А заменителем является груша. 80. Груша. Лучшим сортом является крупная и сладкая груша. Природа ее уравновешена, обладает вяжущими свойствами. 80. Сладкая груша укрепляет сердце, а семена ее помогают при болезнях легких, укрепляют желудок. 81. Груша закрепляет естество, уменьшает выделение желтой желчи, утоляет жажду, а также останавливает рвоту. 82. Ее семена убивают мелких и крупных листов, но она вредна для страдающих коликой. 83. Груша больше всех фруктов пригодна для еды. Если грушу высушить, то она будет полезна для желудка. 84. Крепкие груши обладают охлаждающими и высушивающими свойствами. 84. А сладкие и спелые груши вызывают понос. Сок из них лучше, чем из яблок. 85. Яблоко бывает сладким, кисло-сладким и кисным. 85. Лучшим сортом является сладкое и ароматное яблоко. Оно укрепляет сердце и веселит его. 86. Кислое яблоко укрепляет желудок и помогает при дизентерии. 86. Оно прекращает рвоту, но вредно для нервов. 87. Если яблоко съесть весной, то делается обильной желтой желчь и появляется забывчивость. 87. А если съесть кислое яблоко, то человек делается слабым. 88. Яблоко, которое не поспело, не следует есть. Оно вызывает появление плесени и лихорадки. 89. Все неспелые плоды обладают этим действием, а также мало пользы от того плода, который дозревает дома. 89. От него возникает плохая влага. Если человек будет постоянно их есть, то его постигнет болезнь нервов. 89. В связи с этим на Руси существует яблоневый спас. 19 августа. 89. Именно с этого дня разрешается есть яблоки. 89. Если яблоко нюхать, то усилится работа мозга. Оно быстро насыщает человека. 89. Виноград. Лучший вид белый, с тонкой кожицей и сладкий. 90. Природа его горяча и влажня в первой степени. 90. Он делает тело хорошо упитанным. 91. Сладкий виноград полезен при болезнях груди и легких. 91. Но он вызывает брожение в животе и ветры. 91. Открывает закупорку. Усиливает половую потенцию. 91. Кожица винограда холодна и суха. 91. А мякоть горяча и влажна. 92. Косточки холодные и сухие. 92. Говорят, что лучше всего для еды тот виноград, который выдерживают два дня. 93. Слива. Лучше является крупная и сладкая. 94. Природа ее холодна в первой степени и влажна во второй. 95. Обладает смягчающими свойствами. 95. Если выпить ее сок или съесть целиком, то умерит жар сердца. 95. Ее кометь поможет при заложенности в груди и устранить сухой кашель и сухость горла. 95. При этом кометь надо размочить и выпить. 96. Кометь помогает при камнях в мочеиспускательном канале. 96. Макробиоты Японии консервируют сливы в солевом растворе. 97. Эти сливы, их называют умебози, обладают прекрасным качеством очищать весь желудочно-кишечный тракт. 97. Имея свойства сливы слабить и смягчать, и свойства соли очищать, растворять, предохранять от плесневения и загнивания, они помогают в очень тяжелых случаях. 97. Вот пример из практики современного отца макробиотики Джорджа Асавы. 97. Один человек болел 17 лет. Врачи думали, что у него прободнение от язвы кишечника и сделали ему операцию, но ничего не нашли. 97. Состояние больного катастрофически ухудшалось. 98. Тогда Асава дал ему 10 слив умебозио и предупредил его, что пищеварительный тракт будет сильно очищаться в ближайшие часы. 98. Через некоторое время пациента вырвало чем-то черным и из него вышло много газов. 99. Затем его сильно прослабило, вышло черное, как чернила, жижа. 99. После этого он мирно уснул. 99. Утром он уже был на ногах. Это пример того, как можно соединить различные вещества, добиваясь удивительных результатов. 99. Белая слива. Лучше является спелая и желтая слива. 99. Ее послабляющее действие меньше, чем у черной, из-за ее меньшей сочности. 99. Сушеная слива послабляет желудок. Она полезна при горячей натуре и вредна старикам. 99. После нее следует пожевать ланань, чтобы закрепить желудок. 99. Когда она бывает кислой, то и природа холодна и суха. 99. Останавливает рвоту. Вылечивает зуд и экзему. 99. Изюм. Лучшим является крупный и мясистый изюм. 99. Природа его горяча и влажна в первой степени. 99. Обладает смягчающими и сваривающими свойствами. 99. Он полезен при всех болезнях кишечника и почек, а также мочевого пузыря. 99. Вреден лицам горячей натуры. 99. От изюма тело становится более упитанным, чем от винограда или инжира. 99. Он хорошо очищает тело и помогает при черно-желчных болезнях. 99. Свежий инжир. 99. Лучшим сортом является инжир белого цвета и легко очищаемый от кожицы. 99. Затем красный инжир, а потом черный. 99. Природа его горяча в первой степени и влажна во второй. 99. Природа не спелого инжира близка к холодной. 99. Он обладает очищающими свойствами. 99. Если смазать им бородавки, то они исчезнут. 99. Помогает также при витилиго. 99. Белый и спелый инжир делает тело упитанным. 99. Инжир легко переваривается в желудке. 99. Он утоляет жажду, вызванную избытком слизи. 99. Полезен при болезнях почек и мочевого пузыря. 99. Очищает мочевые пути от песка. 99. А если ввести его с медом в глаз, то он предохранит от катара. 99. Но инжир вызывает ветры и вреден для желудка. 99. Сушеный инжир природа его горяча в первой степени, а в отношении сухости и влажности уравновешенно. 99. Обладает разреженными, переваривающими и рассасывающими свойствами. 99. Если есть его много, то он вызовет образование дурной крови в теле. 99. Он полезен при холодной натуре тела и болях в пояснице. 99. Очищает мочу, органы живота, грудь и легкие от вредных смешений. 99. Если его съесть с мятой, чабером и тимьяном, то очистится мочевой пузырь и почки. 99. Черешня-вишня. Лучший сорт сладкий и спелый. 99. Природа сладкой ягоды приближается к горячей, вызывает послабление. 99. Если ее камедь ввести в глаза, то они очистятся и приобретут блеск. 99. Камедь обладает смягчающими свойствами. 99. Она растворяет камень. 99. Лучше всего размочить сушеную черешню и выпить воду. 99. Ее вредное действие в том, что она превращается в тот вид влаги, которого и так в избытке. 99. Заменителем является слива. 99. Природа сладкой черешни горяча и влажна. 99. Она быстро проходит через желудок и превращается в тот сок, которого в организме избыток. 99. Укрепляет половой член. 99. Терпкий сорт во всем противоположен сладкому. 99. Кислый же утоляет жажду и закрепляет естеством. 99. Он помогает тому, у кого в желудке скопилась слизь, ибо обладает высушивающими свойствами. 99. Свежая черешня вызывает понос, а сушеная закрепляет естеством. 99. Если ее камедь смешать с вином и водой и дать выпить, то она успокоит кашель, улучшит цвет лица и укрепит глаза. 99. А если выпить ее с вином, то растворит камень мочевого пузыря. 99. Гранат. Он бывает трех видов – сладкий, кислый, кисло-сладкий. 99. Лучшим является сладкий. Он обладает укрепляющим действием, помогает при сердцебиении и смягчает горло. 99. А если его отжать и дать с салом, то он укрепит желудок. 99. Кислый гранат помогает при желтухе. Он вреден для нервов и груди. 99. Его вредное действие устраняет сахар. 99. Зерна граната. Лучшим является зерна кислого граната. 99. Крупные и полные. 99. Природа их холодна и суха. Они обладают закрепляющими свойствами. 99. А если зерна кислого граната хорошенько высушат, то они прекрасно закрепят естество и остановят выделение желтой желчи, отрыжку и рвоту. 99. Если в устье желудка имеется жар и воспаление, то зерна граната устранят их и укрепят желудок. 99. Наилучшим средством является их кислый сок. 99. Если сварить его и смешать с медом, то он поможет при злокачественных язвах и разъезд дикое мясо. 99. Лимон. Лучшим видом является желтый и крупный лимон. 99. Сладкий лимон обладает горячей и сухой природой. 99. Прекращает выделение желтой желчи и помогает при опьянении. 99. Кислый лимон выводит веснушки. 99. Если его сок ввести в глаза, то он придаст им блеск. 99. Он помогает при избытке желтой желчи и прекращает ее выделение. 99. Его корка способствует росту бороды. 99. Он укрепляет желудок и способствует перевариванию пищи. 99. Его корка согревает желудок и печень, выводит ветры из тела и помогает при болезнях слизистой природы. 99. Выводит мелких и крупных листов из живота. 99. Его запах помогает при отравлении ядами. 99. Вредное действие лимона устраняет сахар и мед. 99. Финик. 99. Лучшим является маслянистый и сладкий финик. 99. Природа его горяча в первой степени и суха во второй. 99. Обладает очищающими свойствами. 99. Если сжечь косточку финика и смазать голову, то укрепятся волосы и перестанут выпадать. 99. Помогает также и при плешивости. 99. Укрепляет зубы и способствует росту ресниц. 99. Вызывает заживление язвы. 99. Если размочить финик в молоке и съесть, то сделает обильным семя. 99. Они являются хорошей пищей. 99. Вызывают сгущение крови и растворяют камень. 99. Но не вредны для мочевого пузыря и почек. 99. Заменителем их является изюм. 99. Если размочить финики в свежем молоке, смешать с корицей или положить туда кусочек корицы и выпить, то сделается обильным семя и усилится половое влечение. 99. Лучше всего принимать это с надобия в холодные дни. 99. Если сварить косточки финика и отвар выпить, то растворится камень мочевого пузыря и почек и изгонится моча. 99. Персик. 99. Лучшим является тот, косточки которого легко отделяются от мякоти. 99. Природа его холодна и влажна во второй степени. 99. Он умеряет жар и открывает устья желудка, а также утоляет жажду. 99. А сок его листьев убивает все виды глистов и червей. 99. Лучше всего высушить его, размочить и съесть. 99. Но не следует есть более 10 штук. 99. Он вызывает появление в теле плесени. 99. Заменителем является абрикос. 99. Говорят, что если растолочь его листья и привязать над пупком, то выведет глистов из живота. 99. А если смазать его листьями тела человека, который вывел волосы с помощью негашенной извести, то устранит запах и очистит тело. 99. Если его съест человек с холерической натурой, то усилится его половое влечение. 99. Шелковица белая. 99. Во всех отношениях она подобна влажному инжиру. 99. Вызывает ветры и не является хорошей пищей. 99. Вредна для желудка. 99. Вызывает образование дурной крови. 99. И так кровь, которая образуется из нее, разрушает природу тела и обладает вредными действиями. 99. Природа ее горяча в первой степени и влажна во вторую. 99. Согласно другим источникам, она холодна в первой степени и быстро переваривается, но поздно покидает кишечник. 99. Она делает обильной мочу. 99. Лучше всего ее съесть до еды. 99. Если отваром листьев шелковицы прополоскать зубы, то успокоится зубная боль. 99. А если сварить ее кору с листьями и отваром прополоскать зубы, то это также поможет успокоить боль. 99. Шелковица черная. 99. Лучшим видом является крупная, спелая и черная ягода. 99. Если ее высушить, то можно использовать вместо сумаха. 99. Природа ее холодна и суха во второй степени. 99. Говорят также, что она влажна, обладает вяжущими свойствами. 99. Помогает при опухоли горла и боли во рту. 99. Ее листья излечивают ангину. 99. А сок помогает при злокачественных язвах и высушивает их. 99. А также закрепляет естество и помогает при дизентерии. 99. Если ее съесть много, то она вызовет образование слизи. 99. Говорят, что она вредна для легких. 99. Ее вредное действие устраняет гранат. 99. Грейпфрут. 99. Предполагают, что это гибрид апельсина и шеддака, разновидности лимона. 99. Что он был выведен в Индии. 99. Вкус его сладковато вяжущий или сладковато горький. 99. Он улучшает работу кишечника. 99. Понижает кровяное давление. 99. Нормализует работу печени. 99. Восстанавливает силы организма. 99. Вся горечь грейпфрута заключена в перегородках между дольками. 99. Которые следует удалять лицам с сухой, холодной конституции. 99. И наоборот, оставляет лицам со слизистой и горячей конституцией. 99. Апельсины и мандарины. 99. Вкус сладкий. 99. Свойства текучие, водянистые. 99. Увеличивает жизненные силы тела. 99. Корка от мандаринов и апельсинов обладает целебными свойствами. 99. Если корки подсушить, затем отмочить в течение трех дней, меняя воду несколько раз в день, то горечь уйдет. 99. Затем их отваривать с сахаром на медленном огне в течение 30 минут на 500 граммов сахара 1 стакан воды. 99. И через неделю полученными цукатами можно заедать отвары из трав. 99. Все цитрусовые, особенно мандарины, обладают противогрибковым действием. 99. Так, многократное втирание сока дольки мандарина излечивает участки кожи, пораженные грибком. 99. Земляника. 99. Тибетские лекари называют ее царицей растительного мира за полезные свойства. 99. Земляничный сезон в нашей полосе, средней полосе России продолжается 3-4 недели. 99. Если использовать его хотя бы 2-3 года подряд, то отступают такие болезни, как подагра. 99. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчекаменная и почечнокаменная болезни, гипертония, склероз, запор и многие кишечные недомогания. 99. Многие формы запущенных экзем лечат в народе прикладываем растертой на льняной ткани спелой земляники. 99. Говорят, что через 3-4 дня пораженные места кожи очищаются от струпьев, высыхают мокнущие участки. 99. Землянику предпочтительно есть в сыром виде. 99. Знаменитый шведский ботаник Карл Линей полностью излечился от жесточайшей подагры, употребляя в больших количествах землянику. 99. Черника обыкновенная. Обладает прекрасными вяжущими свойствами, что особенно хорошо при поносах и других заболеваниях кишечника. 99. Она значительно усиливает остроту зрения, расширяет поле зрения, снижает усталость глаз, ускоряет обновление сычатой оболочки. 99. Летчики и космонавты стараются ее есть как можно больше. 99. В сезон, когда поспевает черника, следует есть ее как можно больше и насушить на зиму. 99. Одну столовую ложку сухой черники заливают с вечера холодной водой на 2 см выше уровня черники, а утром едят разбухшие ягоды натощак. 99. Через 30 минут можно завтракать. Такой способ употребления черники способствует восстановлению зрения. 99. Обладая вяжущим действием, при расстройствах кишечника, черника в то же время лечит и хронические запоры, приводя в норму перистальтику кишечника. 99. При поносах необходимо принимать по 50-100 граммов свежих ягод в день или настой из них. 99. Четыре чайных ложки сухих плодов настаивают на одном стакане воды в течение 8 часов. Это суточная доза. 99. Горячий настой 2 чайные ложки измельченных ягод на 1 стакан кипятка на день. 99. Хорошо помогает черника при сахарном диабете, особенно если в течение года пить настои. 99. Она способствует снижению сахара в крови. Рецепт настоя указан выше. 99. С ее помощью можно успешно лечить экзему, подобно лечению с земляникой. 99. Густо сваренные, варить недолго, свежие ягоды черники, толстым слоем наносят на пораженные места, обкладывают марлей и обвязывают. 99. Такие обклады меняют ежедневно оприсохшую марлю, отмачивают теплой чистой сывороткой кислого молока. 99. Таким же образом и тем же самым способом смачивают сыпь на коже, прыщи, некротические язвы и обожженные места. 99. При приеме в больших количествах свежих ягод черники достигаются хорошие результаты в лечении подагры, ревматизма. 99. Вот еще простой способ заготовки черники на зиму. 99. Свежие, промытые и подсушенные ягоды складывают в пастерилизованные банки или молочные бутылки и, пока они горячие, заливают кипящей водой до верха. 99. После этого банки быстро закатывают, а на молочные бутылки надевают детские соски, ставят в прохладное место. 99. Крыжовник. Его отвар усиливает мочоделение, образование желчи, освежает организм, ослабляет боли в кишечнике и послабляет. 99. Незрелый крыжовник обладает еще одним свойством сохранять эластичность стенок кровеносных сосудов. 99. Такой крыжовник лучше всего настаивать, как лечебные травы и плоды, а не варить. 99. Для этого берут 1-2 столовые ложки ягод, заливают горячей водой 1 стакан и парят без кипения 10 минут. 99. Настой подслащивают медом и выпивают в течение дня вместо обычного питья. 99. Малина. Обладает вяжущим, жаропонижающим свойствами. 99. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. 99. Отвары малины употребляются даже от опьянения. 99. В зимнее время малину используют так. 99. Сушеные ягоды заваривают 1-2 чайные ложки на стакан кипятка. 99. Пьют в горячем виде при простудах. 99. После такого приема чая необходимо лечь в постель и хорошенько пропотеть. 99. Ежевика. Обладает такими же свойствами, как и малина. 99. Зрелые и перезрелые ягоды – легкое ослабительное средство. 99. А незрелые закрепляют естество, особенно хороши при поносах. 99. Листья ежевики входят в состав противодизентерийных сборов трав. 99. Ягоды и настой из них оказывают общеукрепляющее и успокаивающее действие. 99. Черная смородина. Это кладовая витаминов. 99. Водный настой ягод обладает патогонными, мочегонными и противопоносными действиями. 99. Антисептические свойства очень велики. 99. Сок ее, разбавленный водой, используют для полоскания при ангинах, а сок с медом хорошо помогает при сильном кашле. Если ее использовать как витаминное средство, то свежие ягоды – одну столовую ложку, заварить одним стаканом кипятка, настаивать 1-2 часа и пить по полстакана 2-3 раза в день. Для патогонного, мочегонного и противопоносного эффекта нужно 20 ягод парить на медленном огне 30 минут в одном стакане воды, не доводя до кипения. 99. Остудить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. 99. Лучше всего заготавливать черную смородину в эмалированной или стеклянной посуде с медом. 99. При этом почти не теряется ее целебное свойство. Это правило касается и других ягод. 99. Красная смородина обладает жаропонижающим и патогонным свойствами. 99. Прекрасное поливитаминное средство, хотя и выступает черной смородине. 99. Кислые сорта смородины можно настаивать с медом, но не варить и не кипятить. 99. Благодаря кислому вкусу и пектиновым веществам она связывает и выводит из организма кишечные токсины, очищая тем самым кишечник. 99. Ее сок выводит мочекислые соли. 99. Клюква. Вкус кислый, свойство мочегонное, жаропонижающее, жажда утоляющее и бактерицидное. 99. Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь. 99. С этой целью клюкву употребляют до еды по 50-100 граммов в чистом виде. 99. Можно использовать морс. 1 стакан клюквы размять в теплой воде и пить в течение дня. 99. Клюква противопоказана при язвенной болезни. 99. Хорошо сочетается клюквенный сок с настоем шиповника. 90. Клюква хорошо сохраняется в холодильнике и в нужный момент легко приготовить клюквенный напиток. 91. Клюква хорошо сохраняется в холодильнике и в нужный момент легко приготовить клюквенный напиток. 91. Один стакан клюквы размять, залить одним литром воды, 92. 3-5 минут прокипятить, 93. Добавить 2 ст. ложки меда, 93. Наставить 1-2 часа. 92. Процедить. Брусника. По своим свойствам она близка к люкве. Ее ягоды применяются при подагре, артритах. Для этого ягоды брусники едят в сезон в свежем виде по стакану ежедневно. Она обладает бактерицидными и противоцинготными свойствами. Помогает при пониженной кислотности желудка. Брусничная вода обладает слабительным действием. Можно приготовить бруснику в собственном соку. Насыпать ягоды слоем 10 см. Утрамбовать деревянным пестиком до появления сока. Затем засыпать таким же слоем не утрамбовывая. Затем насыпать такой же слой не утрамбовывая. Потом слой раздавленных ягод. Сверху положить гнет. Хранить следует в холодильнике. В замороженном виде брусника хорошо сохраняется до весны. Калина. Кус горький. После заморозков в значительной степени смягчается. Она обладает общеукрепляющими свойствами. Содержит множество ценных веществ. Помогает при неврозах, спазмах сосудов, гипертонии. Отвар ягод с медом помогает при упорном простудном кашле и особенно при осиплости горла. Вообще нет ни одной болезни, при которой она не помогала бы. Отвар из калины приготовляют так. Две столовые ложки ягод. Растирают в эмалированной посуде. Затем заливают одним стаканом горячей кипяченой воды и нагревают под крышкой 15 минут на кипящей водяной бане. Охлаждают до комнатной температуры 45 минут. Процедив отвар и отжав ягоды, доливают еще 200 мл кипяченой воды. Пить по 1 треть стакана 3-4 раза в день до еды. Мед добавлять по вкусу. Такой отвар можно приготовить на 2 дня. Хранить в холодильнике. Можно приготовить также сок с медом. 1 кг ягод, 200 граммов воды, мед по вкусу. Морс. Пол стакана сока калины, 1 литр воды, 100 граммов меда. Все эти напитки прекрасно дополняют ваш рацион. Дополнят ваш рацион. Запасти калину можно так. Законсервировать ее медом, а затем хранить в холодильнике. Достаточно в день съедать 1 столовую ложку ягод калины, чтобы нормализовать обмен веществ и потребность организма в аскорбиновой кислоте. Рябина красная является общеукрепляющим желчегонным средством. По содержанию каротина она превосходит даже морковь. Прекрасно сочетается с шиповником в напитке. 1 столовую ложку ягод заваривают одним стаканом кипятка, настаивают 4 часа. Пьют по полстакана 2-3 раза в день до еды. Хорошо насушить побольше рябины в открытой духовке при температуре 70-75 градусов Цельсия или на воздухе в благоприятную погоду. Так рябину можно заваривать как чай вместе с другими травами, а можно с помощью кофемолки приготовить из нее порошок, который обладает пикантным вкусом. Этим порошком посыпаются возможные блюда из овощей и каши. Рябина черноплодная. Обладает сосудорасширяющими свойствами. 50 мг сока на прием 3 раза за полчаса до еды в течение 10-30 дней или по 100 граммов плодов 3 раза в день. Сок и плоды хранят при температуре 3-5 градусов Цельсия в темном месте. Противопоказанием для ее приема является язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью, облепиха, куст кислый, свойства очищать, промывать и укреплять организм. Поздней осенью, когда наступает ее сезон, очень полезно попить сок этих ягод. Так как он очень концентрирован, нужно разводить его кипяченой водой и добавлять мед. Например, на 3 стакана сока 50 граммов меда, 1 стакан кипяченой воды, полстакана отвара мяты по вкусу. Все это перемешать и оставить на 2 часа в холодильнике. Облепиховое масло содержится в околоплоднике, в самих ягодах и семечках. В домашних условиях его можно приготовить так. 1 кг облепихи перебрать, тщательно выметь, последняя вода кипяченая. Просушить ягоды на чистом полотенце. Давить их в эмалированной посуде чистой деревянной ложкой, примерно 4 партии. И через марлю аккуратно отжимать сок. Выйдет около 600 граммов сока. Оставить сок на 24 часа при высокой температуре в темном месте. Посуду плотно не закрывать. На поверхности станет заметен более светлый плывший слой. Это масло, выдавившееся из мякоти. Снять этот слой аккуратно, слить в темные бутылочки и поставить в холодильник. Выжимки с зернами околоплодника сначала подсушить на воздухе, а потом досушить в открытой духовке на небольшом огне и довести их до такого состояния, чтобы они крошились под пальцами. Цвет темно-коричневый. Затем размолоть их на кофемолке. Полученный порошок залить 12 столовыми ложками растительного масла, лучше оливкового. Порошок от выжимок весит примерно 50 граммов. Масло покрывает порошок. В некоторых рецептах указано, что масло нужно брать в полуторном количестве по весу сухого материала. Выдерживает масло 3 недели, периодически помешивая. Затем жидкость сливает с осадка. Это масляной экстракт, очень концентрированный. Можно добавить растительного масла. Согласно другим рецептам, порошок из выжимок заливает маслом пропорции 1 к 4 по весу и выдерживает сначала 1 сутки в темном месте около 50 градусов Цельсия, а затем настаивает при комнатной температуре около 2 месяцев. Применяется и более простой способ получения облепихового масла. Выжимки, оставшиеся после получения сока, подсушить на промокательной бумаге и разделить все их количество из одного килограмма ягод на 3 части. Одну часть положить в стакан неплотно и залить маслом, выдержать 1 неделю. Затем опять положить вторую часть выжимок в стакан и залить маслом, отлитым из первого стакана. Снова выдержать 1 неделю. То же проделает из третьей порции выжимок. Таким образом, за 3 недели можно получить вполне удовлетворительное по качеству облепиховое масло. Но при размельчении косточек, первый способ, масло будет более концентрированным. Облепиховое масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами. Прием его внутрь полезен больным и ослабленным по 1 чайной ложке за 15-20 минут до еды 2-3 раза в день. Оно препятствует развитию атеросклероза, снижает содержание холестерина в крови. Комментарии для лучшего использования фруктов и ягод. Первое. Ешьте только те фрукты и ягоды, которые растут в районе вашего проживания. Второе. Ешьте их только в сезон. В противном случае, вы внесете хаос в организм. Это не относится к заготовленным на зиму сухофруктам и ягод. Но касается заокеанских грейпфрутов, апельсинов и тому подобное. Они зреют в южных странах, где тепло, поэтому обладают охлаждающими свойствами. У нас зимой холодно, и они охладят наш организм еще больше. Третье. Фрукты и ягоды необходимо съедать до еды, либо делать из них отдельный прием пищи. Лучше утром. Если этого не соблюдать, можно испортить пищеварение. Четвертое. Сладкие и кислые фрукты и ягоды надо употреблять отдельно. Только при соблюдении этих простых правил, вы получите максимум пользы от фруктов и ягод. Ощутите их целебную силу.